Гражданские активисты предлагают властям Кыргызстана объявить 2019 годом ребенка. Со всей страны приехали представители разных неправительственных организаций, чтобы рассказать о самых острых детских проблемах, которые требуют государственных вмешательств. Дети с ментальным нарушением не ходят в детские сады, их не принимают в детские сады, не принимают в школы действительно потом. И поэтому нужна вот такая поддержка на уровне государства, чтобы открывались детские центры, где родители, имеющие детей с аутизмом, синдромом Дауна, могли получить качественную, эффективную помощь для своих детей. По данным надстаткома, число граждан до 18-летнего возраста в республике составляет 2 миллиона 300 тысяч. 69% детей живут в сельской местности. Почти у 30 тысяч детей ограничены возможности здоровья. Именно они нуждаются в неотложной поддержке, считают специалисты. И по поддержке детей-мигрантов у нас каждый год 260 тысяч людей выходят за предели республики. И 260 тысяч детей являются оставленными родителями-мигрантами. И мы хотим, чтобы в Кыргызстане было обязательное опекунство для детей, оставленных родителями-мигрантами. Около 12 тысяч детей проживают в интернатах. У них нет возможности получить опеку. В колонии находятся 25 детей. Условия их содержания в местах лишения свободы требуют кардинальных изменений. Они вовсе не соответствуют международным стандартам. Еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание власти, это миграция. Точнее дети, чьи родители уехали на заработки за границу. Антонина Ли приехала с Иссык-Кульской области. Вопросами детей их организации занимается на протяжении 5-6 лет. Как обстоят дела у них в регионе, она поделилась с нами. А кто будет, если у нас наши исследования показали, что больше 60% населения, детишек от нуля до трех, в трех точках мы проводили обследование детей, не мы, а врачи Национального центра охраны материнцы детства, выявили, что они группа риска, группа биологического и социального риска. Им нужно помочь, чтобы они могли быть здоровыми, образованными и счастливыми гражданами Кыргызстана. Активисты уверены, решение вышеуказанных проблем зависит от поддержки государственных органов. Учитывая уязвимость положения детей, правозащитники просят президента страны обратить на просьбы внимания и объявить следующий год годом ребенка. Отметим, ранее в стенах парламента предлагалось объявить 2019 годом экологии. По мнению отдельных депутатов, в стране много проблем связано с климатом, который требует незамедлительного решения. Елизавета Балбакова, Эрмик Раимбеков, НИУ-ТВ.